Июльская жара – настоящее испытание для растений. Особенно молодые нуждаются в обильном и частом поливе. Уход за цветниками, газонами и деревьями в Тобольске профессиональный. Их поливают дважды в день – утром в 6 утра и вечером после 17.00. Таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров. Дерево молодое, высотой 2,5-3 метра, нуждается в ежедневном поливе 75-100 литров на прикорневой круг. Кустарники менее требовательные. На один кустарник уходит до 45 литров. Мы обязаны потратить воды. В жаркие дни проводят дополнительный освежающий полив или опрыскивание. К каждому виду дерева индивидуальный подход и схема полива. Когда мы поливаем хвойные деревья, очень важно делать орошение кроны. Потому что хвоя – это такая нежная структура, которая требует орошения, смывания вот этих всех осадков, пыли и так далее. Комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями предусмотрен муниципальным контрактом. Он включает многоразовый обильный полив, прополку и рыхление приствольных лунок, обрезку крон и вырезку суши. А также удаление поросли. Отслеживать качество работы помогают квартальные. Ну, прохожу, вижу, что они поливают. Ну, поливают, значит, деревья наши жить будут. Газоны шить тоже будут наши. И не только здесь. Не на моем участке, я и на других участках хожу. Там тоже поливка происходит. И каждый день. И вечером, и рано утром. Я рано утром встаю. Молодые деревца в жару сбрасывают листья не потому, что умирают, а для того, чтобы стать крепче. Растению необходимо сократить площадь испарения. Свежие высаженные деревья могут выдавать желтизну в течение двух-трех лет. Это естественный процесс. Дерево наращивает корневую систему не за один год, не за один период. В основном, в первый год жизни, после посадки вот такого большого дерева, два-два с половиной метра, три, оно может полностью сбросить листья. Кстати, еще один популярный миф. Поливка в дождливую погоду – бесполезное занятие. Это не так. По словам специалистов, даже обильные осадки не способны дать достаточное количество воды, чтобы наполнить влагой почву. Наталья Китова, Рустам Рузиев, Тобольское время. Редактор субтитров А.Семкин